к вашему вниманию енота от востед востед ракун ну в общем давайте пройдемся ножичек очень приятно и в принципе я к востеду очень хорошо отношусь очень приятный бренд чему мне нравится именно тем что вот нажиманского кайфа они дают много то есть они вот насыпали всяких коробочка приятная жесткая когда коробкой коробка кстати она запечатана она запечатана и вскрываешь запечатанную значит внутри макулатура у нас типа пластика потом запасные пружинки карточка суппорта и наклейка наклейка эксклюзивно каждому ножу идет своя наклейка так ну это все макулатура не столь важно а вот то что нож поставляется в мягком чехле это конечно на мой взгляд это просто показатель того что это ну качественная вещь вот но здесь не просто чехол он еще и с липучкой можно было залепить ну собственно отметить где какой нож лежит это очень удобно на мой взгляд маленький патч так ну соответственно внутри еще у нас салфетка микрофибровая и собственно собственно сам нож и обработка тоже очень приятненько вот это внимание к мелочам очень приятный такой качественный продукт смотрите как обработано г-10 а ну просто великолепно так делает только srm никто больше так не делает не просто сняли фаску а закруглили ее я не фанат микарты такс но здесь она очень качественная никаких кавер нету хорошо в работа на так даже не хочется я обычно немножко люблю потереть этой наждачкой мелкой чтобы поярче но убрать махру но здесь в этом нет необходимости он и так приятно все так сделал заглушка глубокая клипса винты потай клипс хорошая клиночек значит замок у них называется кросс-лок но это вариация на тему аксиса закрытом состоянии вот некоторые обращают внимание данилу по моему вот ему не нравится вот это место если она ну как-то вылезает здесь такого нет и все очень продумано осечка очень качественно люфтов нету совершенно работает на керамических подшипниках все четко фиксируется внутри есть фрезерованные ланера то есть фрезеровкой там ланера остается разберем посмотрим конечно так нож представляет собой тоненькое сведение но это еще дальше нож представляет собой сейчас модный концепт небольшого ножа для офиса такого жвачка для пальцев поиграться и в то же время но никого не пугать то есть он должен быть небольшой аккуратненький и не должно быть агрессивных форм вот это вот этот и есть этот енот очень аккуратненький приятненький значит хорошо ложится вот рука у меня ложится вот таким вот образом то есть вот так даже вот так то есть у меня запас тут есть еще на пол пальца под большую руку и вот это место это чайл то есть если построгать то можно перехватиться вот так вот схватиться и можно вот сейчас в общем вот так и строгануть что-то то есть вот так вот вот открывается любыми способами пружина такая средней жесткости и на разборке посмотрите в общем ее ослабить не получится потому что она сделана не вот таким вот образом она сделана просто таким полукругом значит фурнитура спланированно но все качественно приятное держать в руках качественный продукт так я уже был знаком с востудом жвачка для пальцев валькирия все также со мной играться одно удовольствие кстати по поводу валькирии раз я коснулся ее народ спрашивал относительно вот этого надежности баттон лока я сейчас давайте вот так вот поставлю для того чтобы просто понять не закроется он ну вот как видите отпечатки табук то есть если он и закрывается у кого-то то это брак он не должен закрываться вот у меня все отлично вообще никаких проблем вот ну собственно говоря ракун на самом деле это версия валькирия но более классическом виде так скажем потому что валькирия он более это варнклифф и больше заточен он на жвачку для пальцев именно вот так открыть и вот так открыть и за шпенек и снизу за шпенек и просто за кнопку вот то здесь у нас классика жанра это у нас шпень и ну замок можно замок конечно же открывать но вот валькирия он больше именно жвачка для пальцев это вот валькирия а енот у нас более традиционно и как видите валькирии все-таки это агрессивные формы то есть вот этот вот уже он такой прям боевой какой-то вот варнклифф вот этот острый какой то у енота очень спокойный дизайн ничего тут острого агрессивного нет ну и собственно говоря концепт бантера он завел этот концепт небольшого ножа который не будет никого пугать вот так вот что у нас рюшки кромкой с рабочей у бантера ее поменьше ручку бантера тоже меньше но ручку бантера кстати по толщине такая же кстати вот смотрите как у бантера снята фаска хотя это топ то есть винаев особо не за не запаривается то есть они взяли просто и сняли фаску вот здесь кстати мне пришлось самому выбирать ну ладно это отдельная история здесь все таки я тут сам уже выбирал но просто видите как снята фаска а вот как снята фаска у вас туда он в руке очень приятные тут как ты уберешь такое ощущение что ты его сам уже допилил для того чтобы он был такой дружелюбный ладно много слов как всегда значит вот с бантером вот так вот ну давайте что еще давайте сравним его с крысой для понимания габаритов и пройдемся по ттх так рабочей области у нас поменьше чутка чем у крысы и ручку у нас тоже меньше чуть ли не на два сантиметра на полтора наверно по толщине он даже потолще чем моя тюненная крыса то есть он вполне так приятненький такой так и я хотел еще сравнить его со второй крысой а потому что бантер на самом деле это версия на вторую крысу именно вторая крыса небольшая аккуратная для офиса не агрессивная то есть это просто новомодная штука но по сути это все уже давно придумано у енота побольше режущей кромки немного чем у второй крысы и ручечка тоже побольше более пухлая в руке он кстати более надежно чем крыса так значит весит он у нас 88 грамм 3 миллиметра клин и сведения 0405 на кончике сведения очень тоненькая очень приятная ну что же давайте порежем построгаем для того чтобы вы смогли сложить более полное мнение об этом ножи и разберем его так давайте разберем так здесь у нас фиксатор присутствует беленький не вижу по моему синий есть фиксатор либо нету вообще так чик так не знаешь какие-то у нас сложности так начнем давайте тогда с осевого антипроворот присутствует вот смотрите как здорово обработан винт приятно иметь дело с качественной вещи так здесь у нас подшипник керамический вот умной обойме так 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 просто тут не снимается я так понимаю что а стоп от топлива заглушку не снял а заглушка притягивает к лайнеру втулка вторая центрующая честно граница 7 а но все правильно вот раз-два то есть вот эти раз-два центруют лайнеры облегчение стопорная бонка целиковая ну собственно все на самом деле слушайте а тут другие пружины а нет пружины те же самые все правильно да пружины немножко другие они такие более жесткие что вот дальше разбирать я не вижу смысла но просто тут все больше ничего интересного нету втулка вытаскивается ну то есть снимаем пружину втулка вытаскивается через вот это вот отверстие то есть спускается вытаскивать смысла нет разбирать совершенно никакого поэтому я и не буду это делать запасные пружины есть хорошо да и в принципе все micart обработана нормально я даже не буду ее трогать тогда я обычно то так чтобы она лучше блестела обрабатываю так кубиком но здесь я не вижу смысла это делать если так нормально давайте тогда соберем и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, твердую древесину начнем... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...